Информация, которая может быть будет интересна. Российский рынок на сегодняшний день, у меня есть просто предварительные данные за 2012 год, которые АМС-3 все еще планируют опубликовать в ближайшие месяцы. Россия, рынок оборудования это всего лишь 300 миллионов долларов. То есть, конечно, для IT-рынка это все еще маленький рынок. Но, в общем-то, для всех нас это означает, что мы у истоков во многом, того рынка, который будет в будущем. Скажем, все мы знаем плотность камер, которые на данный момент... Плотность камер в Лондоне, например, это миллионы камер. Человек в среднем по статистике попадает 300 раз в поле зрения камеры и так далее. Конечно, нам еще очень далеко до этого. Ну и что касается роста Азии и других рынков, во многом рынок видеонаблюдения, конечно, связан с рынком строительных. То есть, конечно, где больше строится, где больше развивается вообще экономика, там и больше видеонаблюдения. Соответственно, европейский рынок на сегодняшний момент развивается не очень быстро. Российский рынок развивается, по данным тех же АМС, тоже не очень быстро. 15% оценка. То есть, это, конечно, рост, но все-таки не такой рост, как вот был показан, там, 20%. Я думаю, что 20%, наверное, это за счет Италии, за счет Индии и так далее. Ну и еще интересная цифра, может быть, тоже была приведена пятерка крупнейших поставщиков камер в России. Нет, в мире. В мире, да. Вот у меня есть информация, опять же, это МССОЧ по пятерке крупнейших бендеров России. Вот это Аксис, конечно, это Панасоник, это Аксенсофт, ITV Аксенсофт, это Байтерк, это Бош. То есть, в общем, можно сказать, что мы все здесь. Так что, действительно, такая получается очень приятная конференция, очень приятная. Ну и что касается, теперь, будущего видеоаналитики. Зачем, почему мы знаем про будущее видеоаналитики? Потому что, конечно, для того, чтобы наша компания успешно развивалась дальше, и на сегодняшний момент перед нами стоят цели, в общем-то, возглавить список, может быть, лидеров мирового рынка, мы должны понимать, что будет в будущем, и что мы можем сделать, чтобы в этом будущем быть лучшими. И здесь для нас, конечно, важна наша история. Я вот хотел, может быть, немножко, пару слов буквально рассказать. Ну, 96-й год, почему 96-й год? 96-й год, это когда, ну, конкретно я пришел на этот рынок. То есть, я после института, да, вот столкнулся с тем, что есть такой рынок видеонаблюдения. На тот момент существовали аналоговые видеомагнитофоны, фактически это переделанные обычные бытовые магнитофоны, в которые на вход ставился мультиплексор. То есть, просто на эту плюнку обычную, да, писалось 16 каналов с переключением кадров. Получался один кадр в секунду очень низкого разрешения. И тогда первую программу, которую мы создали, это программа, которая этот сигнал оцифровывала и посылала инфракрасную команду магнитофонов включиться-выключиться. Это был такой motion detector. То есть, в общем-то, мы начали с аналитики, можно сказать, да. Потому что на тот момент оцифровывать и сжимать, и хранить сигнал возможностей не было. Пинты были маленькие, процессоры недостаточные и так далее. В 2008 году уже появились первые попытки сжимать видео. Ну вот, по нашим оценкам, естественно, использовался JPEG, который на тот момент используется для сжатия картинок. Но сжатие картинок – это не сжатие потока. Все равно поток получался очень большой, неэффективный и так далее. И вот мы в 2003 году, появилась наша компания, мы предложили рынку новый алгоритм сжатия. На тот момент, почему я говорю здесь, да, потому что на самом деле именно технология, то есть определенная технология, которая не была на тот момент, позволила нам в результате уже к 2010 году, скажем, доминировать в российском рынке. 60% рынка – это, в общем-то, глобальное доминирование. Остальные игроки – порядка 4-3% уже фрагментированы, наверное, дальше. И это произошло только благодаря этому алгоритму сжатия. Потому что на тот момент альтернатива – это только JPEG, соответственно, в основном это регистратор или другое программное обещение. А мы предложили рынку фактически кодек, который до сих пор еще подобный кодек не стал стандартным. Есть HH4, все мы знаем, он действительно во многом решил все те проблемы, которые были с JPEG, но, скажем, вот есть такой, ну это может быть немножко технологический момент, связанный с тем, что кодек надо, чтобы еще умел адаптироваться к потоку. То есть имеется в виду, что есть у нас удаленные клиенты, например, или разные условия записи, нужен разный темп, разное разрешение. На сегодняшний момент все стандартные кодеки этого делать не умеют. Мы тогда такой кодек разработали, и уже вот первый безопасный город в Москве начинался, 2200 камер, очень низкоскоростные каналы, при этом запись у нас с высокой скоростью передается на клиенты, с той скоростью, с которой клиент может получить, аналитика получает, тоже со своей скоростью. Во многом это действительно стало революцией. И в общем-то, те показатели, которые мы достигли в России, альтернатив, аналогов подобной компании в мире нет. Потому что в мире все шли по пути DVR, JPEG, потом появился HH4, DVR, HH4. Вот, мы разработали его уже мошенвейвлет и вытеснили с рынка DVR фактически. Потому что альтернатива была купить DVR и сжимать JPEG-ом, соответственно, огромный размер архива и очень медленная декомпрессия, естественно, потому что процессор недостаточно мощный. И мошенвейвлет, который в 10 раз лучше сжимает, в 10 раз быстрее декомпрессирует, 16 каналов живых, там масштабируем поток и так далее. Вот, и, но на данный момент, конечно, у нас этого преимущества нет. То есть все, камеры сжимают сами, да, на данный момент программа сжимания получает видео. Но, кстати, что касается доли IP, аналог здесь действительно по объему рынка, да, то есть по деньгам, да, IP рынок уже превысил, но все-таки если считать поштучно, то, конечно, аналог рынок все еще доминирует, поэтому все еще у нас довольно большая часть продаж, это мы оцифровываем вот очень эффективно аналоговые сигналы, храним эти данные, передаем и так далее. Но, конечно же, для нас вопрос, что дальше, особенно с планами экспансии, говорить всем, что у нас прекрасно может сжать, и оно никому не может, все данные уже сжаты. Поэтому видеонаблюдение для нас это как раз та ниша, в которой нам нужно найти, что мы будем делать, что мы будем делать из того, что нужно всем. Здесь действительно тоже прозвучала фраза, что видеонаблюдение это, видеоналитика на данный момент, это нишевая тема, да, но нишевая тема нам неинтересна, да, мы компания, которая, в общем-то, хотим, конечно же, занимать как раз массовый рынок, разрабатывая продукт, который бы нужен был каждому. И вот я хочу как раз вместе вот сейчас проанализировать те инновации, которые на данный момент мы все ожидаем. Ну, здесь, может быть, немножко я включил еще слайд, не связанный с видеоналитикой. Почему? Потому что на одном из сайтов американских, посвященных IP-наблюдению, появилась такая тема, next big thing, ну, типа вот, что будет следующим значительным каким-то открытием технологии прорывной видеонаблюдения. И там один из аспектов стоял вот, мегапиксельные камеры, например, вот это будет, да, прорывом. Ну, на самом деле, по мегапиксельным камерам здесь вот много говорили про оптику. Конечно, мы, в общем-то, уберлись в оптику, да, в разрешение оптики, поэтому здесь, а тут, как сказать, сто лет прогресса не было, да. Поэтому здесь, конечно, прорыва уже никакого не будет. Хорошо, что мы, конечно, можем повесить теперь не одну камеру, не три камеры, а одну, там, грубо говоря. Но это, опять же, не сказать, что это какой-то, да, технологический прогресс. Также вот очень активно обсуждают, что вот камера научилась теперь хранить. Это же какой прогресс, это получается, что, в общем-то, может быть, даже и программное учение теперь не нужно. Все, камера пишет, да, хранить и так далее. Но, конечно, мы так не считаем. Я думаю, что единственное преимущество от того, что камера может хранить, это то, что если с камерой потеряется связь, а это, к сожалению, да, более вероятно, чем если бы это была аналоговая камера, то мы не потеряем эти данные, после того, как связь восстановится. Вот, ну, следующая большая тема, конечно, это облачные системы. Во многом облачные системы, ну, понятно, что это направление, в котором все компании работают. Я думаю, что все вендоры, которые делают десктопное ПО, да, однажды предложат свои сервисы облачные. Но во многом это, наверное, все-таки более такой удобный способ лицензирования, да, и, в общем, получим того, чтобы получить продукт как сервис. Потому что, допустим, для крупных проектов, наверное, вот как безопасный город Москва, да, они решили пойти по такому пути, насколько я знаю, да, вот уже дальше. Ну, во многом, это понятно, больше строить здание под сот, его обслуживать, это огромная инфраструктура. И, в общем, почему бы не заказывать просто сервис и все, да, на данный момент, например, Москва заказывает как сервис потоки сами, да, видеонаблюдения. Но все-таки храним, пытается что-то придумать с аналитикой, то есть тут, а вот, конечно, если получить прям все как сервис, это было, наверное, идеально. Ну, понятно, что такие сервисы будут развиваться, но это не является прорывом с точки зрения вот эффективности самой сервисного ведения. Да, это по большому счету просто другая форма продать. Хотя вот один аспект, мне кажется, очень интересный, это вот в контексте того, что очень много камер появилось в машинах, наверное, люди могут, видимо, свой достать мобильный телефон, что-то записать. Вот если бы был сервис, например, московский, и можно какой-то апплет поставить себе, и все, что вот все, все люди, что пишут, все могло попадать в единые центры, да, то это бы прям безопасный город, вдруг внезапно стал бы там с миллионом камер, да, например, мне кажется, интересная такая идея на выдаче. Вот, ну и, наконец, если коснуться видеоаналитики, какие аспекты, вообще, что такое видеоаналитика на данный момент, я хочу немножко вот в деталях пройтись. Ну, первая аналитика, это известно, это пересечение линии, оставленные, ну, пересечение линии имеется в виду траектория, да, оценка траектории, мы хотим узнать все объекты, которые продвигались вот так, здесь и здесь постояли какое-то время. или остановились, или постояли, потом пошли, ну, то есть что-то связанное с траекториями. Во многом, я думаю, что вот в этом направлении, если говорить про онлайн-аналитику, то есть что вот там что-то произошло, и произошла тревога, ну, я не думаю, что здесь будет какой-то большой прорыв, потому что, в конце концов, если это критически важный объект, нужно защищать периметр, есть интерактивные технологии, да, всегда. Ну, конечно, может быть, они более дорогие, например, защитить периметром, не знаю, какую-нибудь дорогу, да, автомобильную или железнодорожную не получится, и здесь единственный способ, это будет аналитика, соответственно, но здесь есть такой монотонный прогресс, что называется, потому что алгоритмы, ученые работают всего мира, как говорится, статьи публикуют, все принципы, в общем, как бы, понятны всем, да, все их используют одинаково, ну, скажем, есть там, или примитивный принцип, когда мы просто вычитаем одно изображение из другого, понимаем, что вот в этой области есть движение, и пытаемся как-то вот эти областя объединять, и понимать, что все-таки это тот же объект или нет, да, есть более прогрессивный, когда мы пытаемся увидеть скелет человека, что это у него рука, это нога, и, соответственно, пытаемся понимать, что это все-таки человек, и вот он вот так движется, вот сейчас он присел, сейчас он упал а соответственно вот эта модель машин трехмерная, ее тоже распознавать но весь этот прогресс, он в конечном счете конечно упирается просто в процессорные ресурсы соответственно, чем более мощнее у нас процессорные ресурсы, тем более прогрессивная аналитика будет нам доступна здесь никакого чуда нет чтобы сделать более прогрессивную аналитику нужно больше вычислений и главное, что это нужно произвести в 25 секунду времени, потому что у нас 25 кадров в секунду нужно каждый кадр проанализировать а еще хотелось бы к одному компьютеру все-таки не одну камеру подключить, а хотя бы 16, вот поэтому с математической точки зрения аналитика развита есть известные системы машинного зрения, есть известные системы там даже стадион например, а есть системы, которые анализируют движения игроков, просто могут посчитать сколько километров он пробегал просто по виде изображения то есть понятно, что там стоит суперкомпьютер одна камера она все это анализирует, и игрока этого ведет и понимает, что это он вот, поэтому здесь какого-то такого внезапного прорыва не будет скажем, мы, конечно же, аналитику эту всю активно используем включаем, у нас есть собственные разработки интегрируют сторонние разработки, но здесь надо понять, что прорыва мы не увидим ну вот потом есть такая аналитика это более специализированное сильно распознавание номеров на данный момент достаточно развитая технология все мы знаем про камеры, которые сейчас висят кругом и автоматически нам присылают штрафы то есть это технологии отработанные там может быть борьба идет плюс-минус за проценты плюс-минус за градусы, да, чуть-чуть с этим градусом чтобы тоже поймать, чтобы можно было там одну камеру сразу поддать на 8 полос и так далее ну, я думаю, здесь все понятно рабочие технологии можно использовать соответственно, тут прорыва быть не может потому что все и так хорошо работает вот, ну, распознавание лиц тоже тема на сегодняшний момент, наверное, самая такая, больше всего о ней говорят потому что каким-то образом просочилась информация может быть маркетингового характера что можно сейчас все из толпы людей, значит, определять там, базу завели, детектировать и так далее ну, объективно говоря, на данный момент например, смотреть на наш, да, инсталляции которые мы делаем по лицам реально работающая система это контроль доступа то есть там, где мы хотим просто дополнительно быть уверенным, что человек, который проходит это тот, кто владеет этой карточкой, например да, или он есть в базе то есть это ситуация, когда человек хочет определить свое лицо, то есть он хочет быть распознан и он там может постоять, если что-то его не распознало постараться лицо показать получше, грубо говоря ну и главное, что условия освещения понятные, стабильные, да, и так далее в реальности, конечно, ситуация сложнее ну, скажем, вендор она лучше да, это имеется в виду, когда мы внутри помещения опять же, условия освещения более стабильные ну и она существенно лучше, если мы гарантированно имеем фронтальное лицо потому что, вот если тестировать видеоналитику то, допустим, при фронтальном сравнении у нас там может процент доходить до 90 а при чуть-чуть развороте уже начинает резко деградировать но, естественно, это опять же зависит от того какую аналитику использовать есть очень дорогая аналитика, которая все равно не так сильно деградирует скажем так но, однозначно, можно сказать, что если бы мы точно знали, что человек посмотрит в камеру то эта вероятность распознавания выше соответственно, это больше системы, которая доступа но, здесь вопрос, в общем-то, тоже в том что будет ли какой-то там серьезный прорыв вот я лично сомневаюсь, почему потому что, мне кажется, что человек вообще, когда речь идет про большую базу ну, это имеется в виду, если мы хотим на вокзале детектировать преступника мне кажется, сам человек даже, вот имея фотографию ну, не сразу прилет он это или нет частая ситуация, когда да, частая ситуация, когда пограничник смотрит на фотографию паспорта и смотрит на вас и говорит, это не вы, да вот, поэтому тут, конечно, вопрос такой что, в любом случае, если это будет самая лучшая аналитика, все равно будет несколько гипотез из вас то есть, будет предположение, что, наверное, это он или он, или он, то есть, и здесь ему нужен оператор а насколько реально посетит оператора который будет постоянно, как бы, реагировать да, и подтверждать то есть, тут вопрос, наверное, такой стоит вот, ну, и вот, теперь я хочу все это обнить и показать, где же прорыв на наш взгляд вот, прорыв, он, на самом деле, находится в использовании этой аналитики не в онлайне, а в использовании этой аналитики для индексации данных и поиска что это означает? вот, лица, я только что рассказал значит, мы представим теперь систему используем по-другому мы просто входим в архив, видим лицо щелкаем на него и говорим найти похожие лица в нашем архиве то есть, в которой система, вот, у нас стоит много камер, она собирала их везде и то, что делает аналитика это сортирует эту базу данных по похожей стилизии и оператор, естественно, он работает с архивом он визуально находит территории лица которые этого касаются то же самое вот с этими ситуациями найти мне все машины, которые пересекли эту линию в этом направлении синего цвета найти мне всех людей, которые зашли в эту зону простояли здесь 10 секунд и вышли найти все машины, которые остановились из невышнего человека в общем, огромное количество можно представить запросов и, конечно же, это то, в общем-то, чего нам не хватает да, представьте себе базу данных, которых мы не можем искать у нас нету никаких возможностей просто по древней это то, что сейчас представляет из себя системы наблюдения а вот эта аналитика, она вся готова это ровно та же самая аналитика просто мы с каждым кадром всю эту информацию храним в специальной базе которая специальным образом адекватна и мы сделали средства, которые позволяют нам создать этот запрос просто нарисовать нарисовать линию, выбрать цвет отрисовать область сказать 5 секунд постоять найти лицо те же машины, набрать номер, посмотреть все номера, которые когда-либо где проезжали вот это, мне кажется, как раз то направление, которое будет прорывным и это то направление, в котором на данный момент у нас есть технологии готовые, продакшени, что называется в релизе и на сегодняшний момент это то чем мы принципиально отличаемся от остальных вендоров и надеемся, что вот эта возможность возможность индексации и поиска архивов архивов нам поможет действительно вырваться вперед и в мировом масштабе ну и вот такая интересная еще идея сейчас быстренько покажу здесь можно вот сюда еще сюда как-то здесь мышка или как-то ага да, это интересная идея называется тайм-компрессор опять же, за то, что мы знаем все, что происходило через какого-то периода времени нам нужно посмотреть все, что происходило здесь за какой-то период времени но мы не хотим ждать все время мы нажимаем тайм-компрессор и видим все объекты, которые возникали в этом времени видим их одновременно таким образом мы можем быстро найти того, кого ищем но это как, допустим, с утра я хотел просмотреть всех, кто зашел в офис понятно, что люди заходили в течение часа вот просто сидеть час они по очереди там, да, подходили а так, как будто в автобус подъехал и все вышли сразу я там за минуту увидел всех и понятно нашел того, кого я искал то есть вот как бы еще одна из идей да, связанная с тем, как использовать аналитику которая у нас накоплена как бы проинфиксированы наши архивы и мы можем вот такие вот интересные вещи делать ну и последний слайд нашей компании мы с 2003 года активно развивались в России в России у нас сейчас 15 офисов по регионам мы занимаемся только продажей своего правообщения естественно интеграцией занимаются наши партнеры и вот последние годы мы начали активно международную экспансию вот и по данным соответственно вот АМС височек, Фростен Сулливан на данный момент мы в топ-5 мировых разработчиков и занимаем более 60% российского рынка но это была довольно грубая оценка Фростен Сулливан по факту вот сейчас АМС обновил данные и там получилось 51% вот Фростен Сулливан реально цифры не изучал он так эмпирически мне кажется так обзванивал, спрашивал вы как считаете, как видите ну что, по специалистике выборов будет было, да? да, 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 точно так и было, да вот, но вот будет новый данный и мы с вами не встретим спасибо за внимание если какие-то вопросы, буду рад ответить спасибо большое дайте буквально один вопрос мы немножко сбились в регламенте а потом еще в общей сентябре задаем вопросы если кто-то готов тогда двигаемся дальше а, я...